Мы прибыли в город Мостер И первое, что нас встречает, вот такая вот величественная, красивая мечеть Вот мы подошли к знаменитому Мостерскому мосту Что можно про него сказать, в каком он веке построен? Он построен в 15-16 веке, я точно не помню, по-моему, в 1463 году, если не ошибаюсь Вот, построен он, один султан сюда приехал Этот город был захвачен, он переходил из рук в руки И там, когда был захвачен очередным турецким султаном Султан приказал построить, тут был деревянный мост Вот, ну просто висячий, он был очень опасен И султан приказал мне с ним построить камень Построили в таком римском стиле, то есть во форме арки Говоришь, что? Высота арки над уровнем воды 24 метра Вот, тем не менее, люди с него прыгают, вполне удачно После этого даже выплывают Вот, мало того, каждый год, 31 июля, по-моему, или в последнее воскресенье июля Здесь проходит соревнование по прыжкам в воду с этого моста В двух категориях, ногами и головой Вот Ну там у них еще две башни, в каждой из башен есть музей Ну, собственно, ничего особенного Нет Что еще там не сказать? Он был разрушен во время войны Он обрушился в реку, потом его восстановили Да, наверняка, не раз его разрушали Ну, собственно, да Сколько здесь войн было? Последний раз в 90-х годах, в середине А еще здесь вот кресты паят в воздухе Как в Батуми Как не в Батуми Это было в Боржоми И красиво подсвечены минореты Да А это, по-моему, христианское что-то Нет, это не христианское, это не христианское Ну, ха, католики, не христиане тебе, что ли? Ну, христиане, да, но я не православный Ну вот, разбираемся на мост С него тоже открывается вид на ночной город Вниз посмотри, как высоко А вниз сейчас плохо видно То есть не очень видно, насколько это высоко Днем посмотрим Ну и вот вдоль моста, рядом с мостом идут узкие улочки Которые, наверное, собственно, со средних веков Почти не изменились Да Все, ну, примерно так же и было и тогда Собака тут так же лежала И собака здесь так же лежала Правда, не эта, но ее какой-нибудь далекий предок Только, конечно, девушки так не сидели открыто Не ходили Не ходили Вот в национальных костюмах кто-то Кошки бегают Зазывают в кабак Мы не пойдем Кошки бегают Кошки бегают В общем, благодаря моему другу проходимцу Нам с палаткой нигде не удалось встать Потому что он боится застудить почки А коврика у него нет Завтра куплю Поэтому нам пришлось найти комнату в частном секторе, так скажем Ну, комната нормальная, обыкновенная комната Ничего в ней особенного нет Телевизор Есть телевизор старый А марки не жидкокристаллический Ну, ничего Значит, цена за нее нам на двоих 10 евро Но Одна особенность Поэтому придется вдвоем Вот на этой кровати Блин И даже одеяло одно Ну и что, мы справимся, да? Вполне Я могу без одеяла Я могу на полу Ладно Вот столик еще есть Вот такие мы идиоты Не, но все столи Нам предлагали минимум 20 евро То есть это минимум Они сказали Хостел стоит 10 евро за человек У них этика не позволяет Предложить нам номер дешевле, чем хостел Так что не дешевле идут с евро Хотя я в одном сторговался Там комнат стоил 30 Он нам ее за 20 уже выступал Но не меньше Мы ему предлагали 15 Он не согласился Так что Хоть Ну, зато здесь за день Хоть выспимся Ну да Ну ладно Ночь прошла успешно Ночь, говорю, прошла успешно Выспались хорошо Сейчас быстренько пробежимся По этому чудесному городу Посмотрим его при свете дня И дальше Это собирают подпись в защиту местного героя Ага Вот Я не помню его, если честное имя и фамилия Но он был руководителем одной из боснийских подразделений Ага В армии И его тоже вместе с сербами мы там взяли под трибунал Потом освободили, оправдали полностью И через какое-то время вот недавно арестовали в Женеве И сейчас Все, естественно, пытаются его как Ну... Потому что его оправдали А арестовали по-старому Который уже устаревший А... Как это называется? Ну короче Ордер на арест Ага Который сербы выдали еще Фигнель там Понятно Но его уже после этого по этому же ордеру оправдали А сейчас опять расставали Значит Сейчас мы можем наблюдать процесс Вбрасывания первых стоптанных Предметов обуви Туфель Туфель, да Вот Ну как бы они не совсем статались Подошвь еще целая Но На одной из туфель очень хорошая вентиляция Вот С левой стороны вот такая Обширная вентиляция Вот Так что Камешки туда залетают Неудобно ходить С правой стороны меньше Но все равно Видно уже Что не долго им осталось Поэтому приходится Убрасывать И что Ещё Но я её пока затем руку Причём такая же Кошка такая Да Это вот Черно-белая такая порода Боснийская При свете дня Теперь снять Эту булыжную мостовую Полностью вымощена булыжником она на вид очень красиво но если подошва тонкая то ходить не очень комфортно по ней зато полезно кроме того булыжники эти многочисленными с туристами здорово шлифованы и скользкие вот какой-то круг привели это они сейчас пойдут осматривать мечеть ну конечно и здесь конечно же всякие вот такая фешка у меня есть танки продают танки из патронов это патроны патроны гильзы и ну и обычный набор всяческих сувениров которые везде магнитчики по одному евро не очень здесь многочисленная публика вполне можно протолкнуться но это сейчас ну мы вчера вечером шли тоже как бы не лист еще не все проснулись куда отсюда интересный вид и вот он тот мост который мы посещали вечером сейчас посетим его днем крест стоит который ночью как как бы визит в воздухе особенно на спуске реально скользкие эти камни что же здесь после дождя то прямо убиваться можно наверно бостер город ярких контрастов своеобразного культурного дуализма вернее даже плюрализма так как различных акцентов нюансов настроений в облике города множество и все это создает неповторимую атмосферу города у старого моста сюда часто приезжают экскурсии соседней курортной черногории но и туристов специально приехавшим в боснию тоже немало нам посчастливилось избежать этого столпотворения мы погуляли по мосту в ранние часы относительно свободно название города конечно этимологически происходит от моста мостов в городе несколько и самый известный тот что внесен в список всемирного наследия юнеско это несомненно туристический центр города хотя и в других районах немало интересного исторически рекой разделялась две конгломерации боснийская мусульманская и хорватской католической сейчас четких культурных границ нет разве что христианской части чаще встречаешь не мечети а католические церкви они все особо черно-белые по боснийской породок крыша крыша крышенька крышенька ну как тебя зовут интересно прямо даже в скалу встроенные какие-то помещения винотека мой друг любит всякие такие заведения пройдем я не знаю люблю вино да пойдем посмотрим это ресторанчик в пещере в пещере ресторан в пещере сейчас он предлагает нам всякую фигню мы будем отказываться вот это вот спросить что-нибудь может что-то скажет интересно очень интересное решение сделать ресторан в пещере что-нибудь если камни падают бабушку похитителя Денис опять стравливает меня в какую-то авантюру, повел страшным подземным ходом куда-то. Здесь еще ответвление в пещере, но закрытой решеткой, слава богу. Это скорее всего в башню идет, хюра себе. Все реальные подземные хода, о которых Денис не знал свой первый визит. Хода или ходы? Ходы. Ходы сюда. Ходы в турецкий пошли. Ну вот, вот ходы. Капает вода с потолка. А вот можно выйти на другой улице. Ну прикольно. Фигурная кладка булыжника. Оригинальные башни вот эти укрепления были построены все-таки в 15 веке, как я изначально сказал. Вот. И деревянный мост. Сначала он был просто висящий, потом его укрепили, он стал более устойчивым. Но в 16 веке как раз его уже сделали каменным и построили вот так вот в форме арки. Султан Явус Селим это сделал. И здесь он также построил мечеть сразу же за мостом. Старый единственный, который стоял на воде. Но потом местный фермер решил, что ему не хватает воды. И он изменил русло реки. И теперь река там больше не течет. А до этого была единственная мечеть, которая стояла на воде, на реке. Вот. Ну, как я уже сказал, был разрушен. В 1992 был порожден, в 1993 полностью разрушен. Вот. И обрушился в речку нередко. И восстановили его только в 1997 году. Красивый цвет воды. Изумрудный. На самом мосту еще скользее, скользше. Я вообще не понимаю, как тут люди ходят, не убиваются. Очень скользкая мостовая. Построили вот такие заборчики, за которые можно задержаться. Но реально очень скользко. Вот так выглядит мост снизу. Высота порядочная. Как от ребят спрыгают от этого? Местный водопад. Вообще-то, как бы вот он уже совсем готов. У меня вышел, когда прыгает. Ну, как всегда. Не, он стоит. У меня вышел, когда прыгает, это. Просит там поаплодировать, поддерживает. В примере этих манекенов можно посмотреть национально-боснийские одежды. Ну, в общем-то, турецкий. Как антиквариат продают? Каски, патефон, кинокамера, фотоаппараты. Гелиос. Даже какая-то немецкая книжка. Японский есть. Оружие старинное. Филотки. Вот какая-то форма военная. Футболки с чагеварой. Немецкая. И вот мы подходим к малому мосту, который практически точно повторяет большой, только маленький он. Редкость для здешних мест. Кошка другой породы. Рыжа с белым. Вот такая крыша. С хорошим павлом. Крыша. Она охотится и некогда. Но, как тебя зовут? Как тебя зовут, Басни? Вот такие мощеные улочки тут вдоль речки. Это весь этот старый город превращен в туристический центр. Всюду торгуют сувенирами, кафешки. Ну, народу немного. Может, к обеду понабегут. Это францисканский собор святых Петра и Павла. Вот они здесь представлены. Ну, вот. Морков расписан соответствующими сценами и персонажами. Это Петр, наверное. Вход стоит пять. Евро или марок. Не понял. Не пойдем. Побитый в войну дом. Со следами осколков. Цветы. Цветы жизни. Мостер считается неофициальной столицей исторической области Керцеговина. Он пятый по числу жителей в стране. И по приблизительным оценкам в нем проживает чуть больше ста тысяч жителей. В городе вроде бы есть какая-то промышленность, университет. Здесь также находится крупный транспортный узел. Попав в Мостер и не зная, что вы находитесь именно в нем, наверное, нелегко определить, в какой стране вы вообще находитесь. Настолько город стилистически миксован. Здесь сотни красок и оттенков. Значит, здесь проходила линия фронта и шли ожесточенные бои. Вот, с тех пор стоит. Красивое было здание, пока его война не угробила. По-моему, даже из камня. Дорога ведет вверх, под башенки. Но внутрь мы не пойдем. Там закрыто. Да, там закрыто. Поэтому можно снять и отсюда. Это часовая башня. Часы там, конечно же, дома не ходят. Раньше показывал точное время. Там жил в домике рядом с ней часовщик. Который ее часто переводил. В зависимости от сезона. Когда там время менялось и так далее. Поэтому они всегда показывали самое точное время. Потом со временем мы видим, что часовщик умер. Башня пришла в негодность. Часы тоже уже теперь не работают. Значит, сейчас мы будем пробовать национальное боснийско-сербское блюдо. Дживаб. Вот. Или дживаб чичи. Называется. Есть разные. Несколько разновидностей этого дживаба. Вот это, насколько я понимаю, это дживаб бани луковский. То есть, такой сербский. Есть еще дживаб сараевский. Там кусочки чуть подлиннее. Еще есть шиш. Шиш дживаб. Шиш. Вот. Он, кстати, не помню у нас из какой области. Ну, короче, это другая разница. Там такие колбаски. Они как бы на палочке длинненькие. Такие две штучки. Ну, это, по сути, фарш, жареный на гриле, я так понимаю. Да. И хлеб. И лук. Ну, иногда овощи. Понятно. Ну, и что, как он на вкус? Как котлеты. График нашей поездки не позволял нам подольше задержаться в городе. Так что я прошу прощения у зрителей, что пробежался по улицам Монстра довольно быстро. И неподробно остановился на деталях, которые в своей совокупности дали бы, конечно, более полную картину этого замечательного боснийского города, который я не могу не рекомендовать к посещению. На мой взгляд, лучше в Монстре пожить несколько дней. Тогда дух древнего города проникнет в вас, и вы пропитаетесь особой энергетикой этого замечательного места. Поколининг Девушки отдыхают Продолжение следует...